сегодняшний концерт буду вести я концерт будет посвящен семейству бахов и начнем мы как раз самого младшего и самого любимого баха было два любимых сына самый первый и самый последний них обоих он видел свою главную надежду на продолжение своего дела хотя влюбил и фридеман и крестов и сновидного в них он видел какой-то особенный того самого семейства бака как баков как музыкантов династия музыкантская баков началась с прадеда ягана себастьяна который был известным лютнистом 17 веке и собственно с него уже не прерывалась число представителей именно музыкальной профессии собственно до сих пор есть множество потомков баков или баха как не знаю как правильно сказать которые в основном занимаются музыкой также многие из них работают органистами в церкви в соборах педагогами то есть по сути в общем выполняются те же функции что и самый знаменитый из них иоганн себастьян и так вот иоганн христиан очень интересную ну и сложную в то же время имел биографию так как он в материальном отношении в отношении достатка был самым успешным из всех баков его карьера сложилась наиболее удачно благодаря и времени в котором он жил потому что тоже было время высокого просвещения вторая половина 18 века и связи этой легкости которую предпринимал для построения своей карьеры потому что когда ему предложили стать органистом миланского собора а он пытали обучался композицию знаменитого патра мартини то он в общем-то не особенно долго думая принял католичество потому что разумеется это было основным условием работы с в одном из главных соборов стран и тут как конечно приходит на ум и вот параллель с генриком который сказал что парич стоит обедни знаменитые фразы бак поразмыслив поступил примерно так же потому что зарплата была слишком высока чтобы придерживаться своего лютеранского вероисповедания и стал он желание бабку потом когда он получил приглашение работать в лондоне от своей соотечественницы английской принцессы стала принцессами как английской королевы стала принцесса мекленбургская он стал джоном бахом он англиканство не принимал но в принципе все традиции какие-то условности вероисповедания он с тоже как бы у них вжился и в лондоне его карьера взлетела очень высоко он пожалуй единственный из всех педагогов 18 века кто к ученицам своим высокородным ездил на собственном экипаже и говорили что его экипаж даже по убранству и по роскоши был гораздо богаче чем на многие экипажи именно самой королевской семьи иногда он любил выиграть например в оперу в экипаже запряженным аж шестью лошадями хотя в общем как бы технической в этом необходимости не было как свидетельство его благосостояния у него было очень удачное предприятие с учеником своего отца с абелем который играл на виоле до гамбо у них было концертное агентство как можно можно сегодня уже сказать они давали сами большинство концертов и приглашали еще ведущих музыкантов своей эпохи потому что именно в англии именно в лондоне появилось само понятие публичного концерта то есть мероприятия на которые продаются билеты и бакс апелем это традицию с удовольствием сайт продолжили вот но при этом вроде бы все так удачно но и умер он самым молодым из всех сценарий средние сыновья и даже старший сын музыка которого к сожалению не успеет прозвучать и генфер дома пережили самого младшего сына умер в возрасте 46 лет не оставив наследников только свою вдову итальянскую примадонну которая пела в его очень успешных операх и собственно за этим всем достатком вот скрывалась от такой некое одиночество потому что есть свидетельство того что и гроб его провожала всего несколько человек хотя покры над себя взяла вот его же меценатка королева то есть будучи блестящим музыкантом и всеми почитаемым уважаемым он как бы не нажил себе друзей вот сейчас вы услышите сонату которая могла быть исполнена и на скрипке и на флейте но вы услышите в исполнении на балалаке и сразу оговорюсь что сегодня ни одно из произведений не прозвучит на тех инструментах для которых она была написана ни одно все были все сегодняшние исполнения так или иначе являются аранжировку но это абсолютно в духе времени самого бака его сыновей потому что множество сочинений бака инструментальных также не предполагают какого-то облигатного то есть обязательного инструмента могут быть исполнены весь исполнены силами любых инструментов вот вопросы для кого было написано искусство фуги или музыкальное приношение так и остаются открытыми поэтому они исполняются практически в любых составах сегодня поэтому и ничего удивительного странного или противоречащего истории нет в том что сегодняшние сегодняшний концерт будет звучать не в тех тембрах которых возможно они предполагались изначально и так иоганн крестьян бах так называемый лондонский бах или сначала он был миланским соната для лейты и скрипки ре мажор в двух частях в исполнении николая беляева и дарьи цесс это было самое важное а а Спасибо. 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 Аплодисменты. 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 Сейчас. Да, как вы обратили на это внимание, слушая музыку, насколько она близка с музыкой Моцарта, и совершенно не случайно, потому что сам Моцарт, встретившись в семилетнем возрасте с Иоганном Христианом, в общем, сразу сделал его своим курилом, и все детство, вот где-то до 14-15 лет во многих своих клаверных и даже первых оперных опытах пытался именно подражать Иоганну Христиан. И даже первая такая соль минорная симфония с грустинкой тоже принадлежала Перу Иоганна Христиана, что потом нашло свое отражение в 40-й знаменитой симфонии Моцарта. Сейчас произучит музыка Карла Филиппа Эммануэля Баха, или Мануила, которую принято называть опять-таки по двум местам его работы, его называют как Берлинским Бахом, так и Гамбургским. Берлинским он был в течение 30 лет, когда попал на службу аккомпаниатором сначала кронпринцу Фридриху, а потом стал уже аккомпаниатором великого русского императора Фридриха Второго. Не вдаваясь в историческую роль Фридриха Прусского, отметим его только музыкальное пристрастие. Может быть, многие из вас помнят знаменитую картину «Король, играющий на плейте», который стал очень популярным висит в Берлинской Альте-Нойке. И действительно, флейта была с юношеством любимым инструментом Фридриха, но прославился он, прежде всего, своей дисциплиной, которая распространялась не только на его деятельность как военно-начальника, но и как короля и устроителя всей придворной жизни. Потому что даже игру на флейте он строго регламентировал. Каждый день, все будние дни он играл с 5 до 6 часов на флейте. Из-за этого пришлось придворному композитору Кванцу написать 300 концертов для флейты, чтобы они не повторялись в течение года. Они, конечно, все равно очень похожи между собой, но все-таки в них есть какая-то небольшая разница. И это тоже было таким отражением воли монарха, который вот хотел каждый день представлять новый концерт. При этом любопытно, что аплодисменты и любые восторженные возрасты были запрещены. Обязаны были все придворные являться на эти ежедневные концерты, но знаков одобрения он никаких к себе не требовал. Было разрешено только Кванцу кричать «Браво!». Но он, естественно, и этого не делал, потому что ему было неловко кричать «Браво!» за исполнение собственной музыки. Поэтому, в общем-то, концерты проходили в основном в атмосфере восторженных вздохов. И очень тяготился этой службой Евгений Филиппом Ныл, потому что собственной музыке ему не приходилось играть практически. То есть он действительно был концертмейстером в течение 30 лет, и его музыка, в общем-то, большей частью распространялась вне Берлина. И он даже, хотя он не мог роптать на своего работодателя, но все же в одном из последних писем из Берлина он писал, «Вы думаете, что Фридрих любит музыку?» Вы ошибаетесь. Фридрих любит флейту. Вы думаете, что он действительно любит флейту? «Нет, вы ошибаетесь, он любит только свою флейту». И действительно, вот его тяготила такая обстановка. Поэтому он с очень большими извинениями, какими-то такими реверансами в сторону Фридрика, но все-таки сумел у него отпроситься на работу в Гамбург. Гамбург, как известно, был и тогда, и формально сегодня вольный гонзейский город. То есть там не было ни курфюрсов, ни князей. Он управлялся как бы так республикански, и поэтому он себя там почувствовал свободно. Но тут его начала тяготить другая опасность, а именно вкусы купеческой публики. То есть он жаловался именно в своих письмах, что ему не хватает достойных ценителей, и очень часто ему приходится служить этим вкусом публики, упрощая заведомо какие-то сложные замыслы, легкие мелодии вводя в свои произведения, естественно, по моде того времени, большей частью итальянского склада, итальянского стиля. Но все-таки там у него тоже было обнушено в виде общества, с которым он сошелся. Это было общество поэтов и литераторов, которое образовало кружок штурмундранг, буря и натиска, и, собственно, Филиппа Минуила тоже причисляют к тем самым штюрмерам. И во многих его сочинениях слышатся вот эти отголоски штюрмерства, как иногда его называют в русской литературе, музыкального сентиментализма. То есть очень яркого отражения, яркой рефлексии на внешние раздражители, души художника, души большого поэта. И вот следующий сонат, она как раз немножечко тоже, в общем-то, в таком штюрмерском направлении написана. Соната в каких частях? В трех частях. Тональность немножечко не оригинальная, потому что, опять-таки, она будет звучать не для родного инструмента, она прозвучит на саксофоне. Итак, соната Филиппа Минуила Баха, ре, соль, минор, в исполнении Константина Андреева и Дарья Цес. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»